что тут написано чего-то написано не можешь победить вас гладь обычно на лавочках что-то рисуют вот такое не такие ногу сами без пуговиц всего-то даже пуговички забыли пришить пуговички по отдельной тени всего-то еще за 10 тысяч красиво жить до карамболе тоже так же есть смотри пустой совсем пустой шоу-рум ничего вот им надо добавить кофе всякие книги да и столики и все такое а то стоят две бедные продавщицы у окна и нет людей да сейчас это в тренде до объединять я думаю да ну я думаю ты экономически выгодно да ну слушай ну вот что это за куртка такая нет я все-таки хитр таких курток нет я не хейтер да еще есть эти автобусы все эти туры то никого нету нет кто-то там сидит наверху нет есть есть туристы посмотри-ка ой как здорово пошли Да, Дашулька меня зацепила на буксир, чтобы я не потерялась. Смотри, какой балкон. А что тут? Что на этом? Это гостиница. И чего? На балконе чего? Ресторан? Не знаю. Вот это балкон. Суши, ёлочки. Ну да. Две палочки. Это суши. Ресторан, две палочки. У нас есть традиция у меня друга шлифарии. Он часто приезжает в Россию. У нас такая традиция, каждый раз он приезжает, и каждый раз мы приходим вот именно в эти две палочки. И каждый раз он там травится. Жилый день следующий лежит. У нас всё равно ходит. Смотри, какое шампанское. Шампусик. Икра там здесь тысяч стоит. Баночка вот такая. Где? Вот здесь. Чёрная? Ага. Заморское баклажанное место. Смотри. Какие старинные, да, вот эти кирпичи. Это есть ресторан, который саши приедет, надо будет сходить. Называется Садко. Он напротив Мариинского театра. Ага. Ой. Ага. И вот там вот как раз таки всё, вот старорусском стиле, красное всё такое, с позолотой, по хлама. Ага. Ну и интересно. Why not? Why not? Как игра слов, да, смешно? Why not? Или why not? Или почему нет? Или... Вина нет. Вина нет. О, рюмочка такая едет, бокальчик на оленях. Ого. Вина нет. Вина нет. Вино, а не религия написано. Ага. А так мне нравятся вот такие штуки. Да? Какого тут сам вот этот сосуд? Мне кажется, это очень эстетично. Да. Ни одного посетителя. Да. А почему гостиницы сейчас... Я не думаю, что ещё многие путешествуют. Да. Да. Эти сейчас модные такие самокаты, как много на них покатаются. Господи, а как на нём сидеть-то? Я ж потом не вылезла из него. Сколько он стоит? Сколько он стоит? Набор для картинга. 49,990. Так это ещё не весь картинг. Нет, написано набор. Давай сидите. Сколько. Кто-то покупает? Я не знаю. Вот особенно орлов. Я прямо не думаю, что кто-то покупает. Сколько он покупал? А быка? Году быка. Но опять же, тоже, наверное... Я это всегда называю пересборником, потому что лифа много пыли. Да, да. Это раньше, наверное, в советское время, найти что-то было прям сложно. А сейчас... Мир ко мне. Подарки, украшения. Белорусские приказы. В общем, всё, микс. Ой, а вы ходили в Смольный собор после реставрации? Я и до реставрации не ходила. Там так красиво мы ходили на Рождество. Всё чисто, в таком минималистическом стиле. Свечки можно покупать уже по карте. Да. Интересно, конечно, всё. Ну, очень красиво. Очень здорово. Ты контролируешь, куда мы идём? Да, мы идём правильно. Вот нам нужно будет всё в дорогу перейти, немножко вперёд. Угу. Ну, мы идём с запасом, поэтому... Ясно. Везде пахнет шаверма. Угу. Если обостряется ёд, значит, вы проголодали. Значит, мы правильно идём. Да, просто мамошки нужно заказывать за... Ну, они готовятся минус 45. Ага. Вот, поэтому мы прям вовремя идём, а все примерно дают концерт. А-а-а, здорово. Вы что, пришли? Пришли. Пришли. А, вот это уже? Да, вот. А-а-а. У них же здесь была крытая ещё верандочка летняя. А сейчас нет, я их и не узнала. Что-то ранголи такое. Кашмир. С 11 до последнего гостя. Часы работы. В понедельник с 13 до последнего гостя. Ждём вас. Ну, пошли. Пойдёмте. Мы здесь с Сашей и с Ириной Розенберг обедали. Ой, какой там фонтанчик. А сзади вас ГНР. Да. Прям первый раз вижу, что так пусто. Ну, это, наверное, случайность. Как вы говорите насчёт случайности? Непознанная закономерность. Может быть, это специально для нас? Да. Чтобы мы себя комфортно чувствовали. Чувствую. Ой, 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 ой. Прямо всё хочется. Прямо всё такое. Прямо всё хочется. Готовила к дому. А вы больше не снимаете. Не снимаете. У меня на руке. На руке это Дашенька висит. А второй рукой я готовлю. А я вот училась, потому что снимали. Я буду, буду. Вернусь в Индии и буду. Что ты там? На что впечатлилась? Ну, на маму. 670 рублей. А сколько стоит в той маленькой кафешке, в фотоапарте? Что? Мужки. Куда все ходят кушать? 50. Ну, вот. А здесь сколько? 670. Разница, да? Во время пути собачка могла подрасти. Да. Да, баталия. 1380. Сундарам. Здесь сидит. Нет, ты для... Вот я или сатьям, или сундарам. Я вот хочу. Вот что-то это. Сундарам переводится как красота. Если верить словам о том, что мы есть то, что мы едим, то это блюдо создано, чтобы дать энергию роста всему прекрасному в вас. Нутовые котлетки в ореховом соусе, нутовые котлетки в ореховом соусе, йогуртовый суп-райто, рис со шпинатом и зерой, салат из свежих овощей. Я прям слюду в глазу. А вот маму, что? Нет, маму я уже не хочу. Или вот сизлер. Блюда впечатления подаются с пылу с жару и с огнем. Обжаренные овощи в специях с манговым соусом и шашлычками из маринованного соевого мяса и обжаренную на гриле ананаса. И, конечно, большинство путешественников из Индии отметили сизлер как одно из самых ярких вкусных впечатлений. Ну, в общем, я или сизлер, или вот то, что я вот сундарам. Нет, я, наверное, вот это закажу с атьем. 480 рублей. Полноценный разнообразный обед на одной тарелке. Это то, что вы искали ароматный рис, запеченный с морковью и зеленью, нежный хумус с болгарским перцем. Невероятное сочетание вкусов в салате с чего-то такое, овощами, манго и сыром бренза. Домашний сыр в молочно-томатном соусе с ароматными специями, орешками. Традиционный панир баттер масала. Господи, глаза разбегаются. Или все-таки сизлер. Все хочется, да. Или все-таки сизлер. Не зайдем. И что же они нам не отвечают? Может, они нам не рады? Не, они не рады. Заняты, наверное. Воркинг, воркинг. Ну, Марин скорее йога-йога. Она там увлекается. Вот, Мариш, мы тебе звонили, между прочим. Маришка. Маришка из Ейска, которая... Прости меня, пожалуйста, я забыла девчонкам захватить подарки, поэтому я с ними еще раз встречусь. Спасибо большое, Марина. Спасибо, Ирина, что забыли подарки. Спасибо. И еще дополнительная возможность с вами встретиться, поэтому наоборот. Ну, как Марина говорит, моя любимая рубрика, передаю приветы, да? Да. Мариш, привет. Сейчас еще Мия придется им передать. Да. Я уже в пути вспомнила. Думаю, как я могла забыть. Она вам прислала два холщевых мешочка. Не знаю, я туда не заглядывала, что там. Мы заглянули уже. Она сказала, там разная. Мия одного цвета, Дашеньке другого. В общем, потом придется еще раз встречаться и передавать подарки. И Маришка, я тебя люблю, я по тебе скучаю. Тебя тут не хватает в индейском ресторанчике, да? Мне понравилось. Ты можешь приехать в Питер. Да, это легко. Куда ехать знаешь, да? Адрес тоже. Дорогу знаешь. Теперь как бы приезжать. Вот, это целое блюдо. Сундарам называется. И вот это все 480 рублей всего. Или 450, я даже не помню. Ты посмотри, да? Красота. Это малая кофта? Нет, это две котлетки нутовые. Салат, апельсинчик, рис, райта, подливочка какая-то, огурчики. Так что нам тут с тобой хватит вполне. Кушайте. Кушайте. Я сейчас саму сон заказала. Вот. Нет, надо. Нет, бери, бери, давай, начинаем кушать. Ложки или нет? Да. Нам надо еще попросить одну тарелочку. Угу. Угу. Так, берем котлеточки. А рис такой интересный. Мы берем же суп, 4 секреты. Ага. Тут, в принципе, такого блюда даже на двоих хватит. Нет, мы будем лопать. Нет, мы будем лопать. Да, так лопать. Логично. Я вот обычно, как бы, в ресторан не прихожу, но я вообще не еду, а здесь не прохожусь. Ага. У нас еще меечка должна прийти, но мы не можем ждать. Мы закажем еще что-нибудь. Придет, закажем. В тем не менее, можно было бы и заказать, а то, если не понравилось. Да. Мы ей просто предложим, что вот мы предлагаем такое. А ты смотри, скажем. И вот меня вот это вот интригует. Это, наверное, минт. Вот попробуйте, скажите, в прошлый раз я не поняла, что это. Ну, что-то вкусное, как со сметанкой. Мята. Мята со сметанкой. А надо спросить. Чаечек. Масала. Масала. Ой, как вкусно, ой, как остро. О, о. Как там? Настоящий, да. Прекрасно. В последнем месте, где мы с вами были, там масала, она как бы... Да, но она пресненькая. А тут прямо... Да, да, а здесь прямо масала-масала. Прямо... Ой, слезы из глаз. Это какие-то нам хрустяшки добавили. Папрам, папрам сломанный. Вкусно. Угу, вкусняшки. И что еще? Орешки кешью. Орешки? А, кешью, да. Джелеби хочу приготовить в понедельник. Да. Что там надо? Итак, мука полтора стакана. Крупа манная. Да, спасибо. Полтора стакана. Мука сода, одна четвертая ложка чая. Йогурт или кефир, одна столовая ложка. Вода, два стакана. Растительное масло по вкусу для жарки. Сахар коричневый. А манка? А манка полторы чайной ложки. А всего? Угу, чуть-чуть. И лимонный сок, одна чайная ложка, свежевыжатая. И все. Ну, тесто готовим? Кушай самосы. Ой, я не хочу самосы. Надо есть. Не надо. Заказали, надо есть. Кушай. И вы. Да я не очень самосы. Я их, извините, не очень ем. Я почти эту всю сундарам съела. Я нужна помогала. Чуть-чуть, плохо помогала. Теперь чай. Блин, ты знаешь, вот хочешь, но не можешь. Я хочу ее съесть. Она передо мной лежит. Она горячая в ней. Я думала, не лезет. Лезет, короче. Самое главное, чтобы лезло. А это остынет. Единственное, я любимый сокосы всегда. Вот, вроде бы, пирожок, как бы, а что-то в нем есть. Да. Ой, как-то аппетитно. И яичка пришла. Солнышко. Тару тарелочек. Митечка, моя дорогая. Намасте. Солнышко. Я бы тебе соскучилась. Ушки. Ушки. У нее порышко. Ох, нет. Какая прелесть. Тару, ты знаешь, мы уже замели следы преступления. Мы уже съели одно блюдечко кое-чего. Молодцы. Молодцы. Я вас сейчас догоню. Сейчас. А вот где-то сливались. А вот мы девушки одна. Вот где-то сливались. Ед. Ой. Спасибо. Малушки. Дашенька редко такое увидишь, когда она от еды, от еды такая пищит. Обычно не хочу, это не хочу, то не хочу. Я уже наелась, я не буду. Хочу, хочу. Ну, какая ты сегодня блестящая, красота неземная. Чуть-чуть по-блеске. А что выпить, заказать? Девушки, я поеду салат. Еще один. Еще два. Два. Сейчас совсем покинул, говорит, да, красота. Девочки, только весны чуть-чуть. Ну, вот это Мия, да? Зима же, зима же, Мия. А хватит? Это что это? Я решила, что нам нужна тримула. Она сказала, или будет долго цвести и радовать. Завтракать с ней приятно. Кофе на цветочки смотреть, да? А там еще шафраны, всякие штуки. Это что? Ида. Это что, Мия? Мишки с мясом, не там. Чехолка. Мия. Мия. Спасибо. Покажи. Это тебе, она волшебная. Спасибо, я сейчас считаю две жизни. Вот, читай. Краю, она волшебная. Волшебная. Подтверждаю. Почему я с ней пропускала это? А там что-то происходит, да? Да. Это ченнелинг. Да. Ну все, тогда теперь. Ну покажи, покажи, что у тебя в коробочке. Да. А там та же самая тримула, только беленькая. Даша, у нас не резко, вообще не беленькая. И у нее белая кофточка, а у меня розовый шарфик. Шарфан, спасибо. Буду чай делать шарфан. Ой, Мечка. Хотелось каких-то подснежников под снегом выкопать, а их нет. Но тут плеклось, да. Вы чукались уже, да? Ну мы еще чукнемся с тобой. Салфетки, какое колечко. Колечко, а в нем были радужные салфетки очень красивые. Ну давай, мы тебя прямо заждались. Вот действительно мы тут уже. Да, ну наконец-то. Ну наконец-то. Ну прогул тебе уже вот за все праздники. Тебе огромное, огромное-огромное спасибо от Натальи. Вот там шарфик волшебный такие. Вот. Мне понравился. Очень понравился, да. Очень-очень понравился. Очень-очень понравился. От красотки, слышь. Мы обзываемся. Как я соскучилась. Слушай, ну вообще, да? Я сейчас, по-моему, выпью много-много такой чудесности. Ну вкусно, да? Ой, вкусно. А нам только приборы еще не дали. Вот. Дали, да? Да ты что, ура! Берите. Действительно дали? Ну с чего начинали? Да мы уже, с чего начинали, того уже нет. Да. Чем догнать вас? Бери, бери самоску, бери мамушку, а потом еще... Не пущили? Да. Я-то уже сытая, потому что мы практически талии заказали. Вот бери самоску, я с удовольствием мамушку. И маму бери. Бери самоску, бери. Я не ем самоски, даже в Индель. Бери, бери. Дай ей, положи ей. У нас руки чистые. Да, ну помыли. И соусы ей. А я могу вот этого? А они, может, разные. А, это спец самосин? Самосин. Соус самосин. А я вот прямо... Все, я уже сгоряча наелась нечаянно. А вы тоже рассказывайте, девочки. Сейчас будем сплетничать. Уберу камеру, будем сплетничать. Мы гадаем. 56, 8. 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Собственным решением, которое они не приняли бы. Сначала предложение. Пусть даже пока ты не понимаешь этого, Майкл, твои действия повлияют на других, подтолкнутых к собственным решениям, которые они не приняли бы, если бы ты не решил оказаться здесь сейчас. Прекрасно. Открой мне, пожалуйста, значит, 258, 6 сверху. Какая 6? 6 сверху. 6, 6. Сдался раньше времени, и я ничего не постиг. То бишь, не надо сдаваться раньше времени, чтобы чего-то постигнуть. Да. Ну, а сначала предложение. Слова Ангела снова напомнили ему о том, что он сдался раньше времени, и я ничего не постиг. Нельзя сдаваться? Нельзя раньше времени. Вообще нельзя. Даша, а мне, ну, я не знаю, сколько там страниц, 202 есть такая? Да. Ну, и сверху там третью или четырёх. Раз, два, три. Тоже предложением тогда. Нет, Майкл, ей достаточно просто быть. Благодарю. О, вот эта книга хорошо идёт. Зашла на гадание. А какая не зашла? А мы сегодня... А, сегодня что-то какая-то нам детская книжка не зашла, да? Какие-то сложные... Небось, в конце, встанавливаться, но сложно заходить. Нет, это как не нравится. Да, да, что-то там было не то. А потом нам дадут какие-то вот эти вот пожелания, бумажки. Мне нравится эта фишка. Ура. Потому что там волшебно сейчас. А вечером там освещают всё. И там такие делили в причудливых всяких позах и образах. А, это мы уже про оранжерею говорили. И весь, про весь ботанический сад. Про ботанический сад, да. Да, там будет сад. Понятно. Нарушный. Хорошо, как я рада вас видеть. Давайте съедим виноград за это. У нас по кусочку виноградика. Смотрите, там снежок так идёт. Где твоя виноградинка? Давайте, девчонки. У нас это. Это как бы у нас вино. У нас как не вище. Вино. Виноградное. Это оливка. Очень вкусно. Смотрите, чудо какое, да? Живые? Живые. Слушай, ну ты в тренде, вот со своими цветочками, с этими. Прима, это же первое, что возникает. Да? Прима от слова, я думала, прима первое. А-а-а. Прекрасно. Или будешь завтракать, выпить кофе, смотреть на цветочки, и сразу на целый день будет витаминизация такая. Понятно. Да? Только скажи, не кушай, да, эту герань. Это какая вкусная герань. Я попробовала. А тут из них делают салатики все. А-а-а. Ясно. Боже мой, какая красота. И песня засвучает. Давайте тут жить. Да, я тоже считаю. Нам надо отгородиться вот тут вот так и сделать себе комнатку. А ты чего нам наложишь? Не надо? А я себя чувствую тут как дома. Да. Своя территория. Как дома. Так здорово. Как здесь уютно. Ага. Такой маленький. Вот как... Как у них так это получается? Продолжение банкета. Ну, это мы все ради меечки. Смотрите, еще одно колечечко. Ой, да, вот они как оформляют очень красиво. Ой, сейчас спою. Сейчас точно спою. Главное, мы все вкусно выглядим. Да, это все... Вот это немного другой дизайн, да, тут немножко другое. Панир баттер масала, по-моему, хумус, да, вот что-то из этого хумус. Наверное, мне кажется, вот этот. Нет? Или в этом мисочке. А вот это вот что-то прям как гранатовое, или блестничное такое. А вот это? Надо пробовать. Все, будем пробовать. Так. Ведовому. Ира, в случае это потрясение, конечно, никогда не было. Ну, вот то, что вы пути дороги вот такие открыли, еще состояние с таким вот... Да, мне очень повезло с... Как называется, не напарница, а кто, кто, с кем я поехала. Спутницей? Да, с Мариночкой. Очень повезло. Мы обе боялись, потому что, мало ли, вдруг не уживемся, еще что-то. Я боялась, думаю, блин, у меня то ноги, то хвост, то спина. Увязалась за молодой девчонкой, она будет бежать, я буду ее тормозить. Она говорит, слава богу, у меня тоже ноги, хвост и спина. Поэтому мы с ней после завтрака валялись до обеда. После обеда у нас разгул начинался. Нет, мы прям сошлись. Угу. Там еще один чайник принесли. Новые чашечки. Ой. Прямо гуляем. Прямо вообще, да, так уютненько. Да, да. Чашечки теперь по две, потому что одно это джинджер-лемон, а одно масло. Вот. Теперь у нас много чашечек. Вот, а че ты не начинаешь кусать закуску? У меня там много изделий. Ой. Смотрите, что нам еще принесли. Боже мой, красота какая. Прям парфюм тонкий вообще. У нас музыка. Музыка будет, живая музыка. Вот там за последним столиком, да. Это, наверное, первый раз, один из немногих, когда вы в кадре. Теперь у нас Даша не будет снимать, потому что Даша, твоя тарелочка, там у нас музыканты, и ей удобнее добиться. У нас музыкальный фонтан. Вот с ними фонтан начинает. Да, поближе, кажется. А так я учусь быть блогером. Он живой, там живет душа фонтанная. Ну вот, поеду, тоже буду блогером. Кошку возьмешь? Кошку я возьму точно. Возьму кубу с собой. Не могу ее оставить. Она к мне очень привязана. Мы тут уезжали на пять дней, она там сходила с ума, и не могу ее оставить. Ну ты ее сброси, хочешь ли она? О-о-о, не знаю. А она Патрике не обидит? Она сама кого хочет обидеть? Вы ее видели вообще, нет? У нее такой суровый взгляд. Одной лапой Патрика, другой. Потому что у нее нежная, как цветок. Ну, можно же я видела там, знаете, такие рюкзачки и сзади кот. Ну, как бы для детей. Пошла снимать. Понятно. И у них будут одинаковые пузочки, да, эти кепочки, башки. Зато представляете, сколько народу подпишется на канал. Поэтажный пузочки. Пока даже не все. Поэтажный пузочки. В принципе. Семь. Ну, в основном, все, мы с вами оставляем. Ну, на том, в нем не перенес'я. Возможно, что она сошла большая. Это все желает. Весь. Весь. Ну, в этом году. Как-то остык. ПОДПИСЫВАЙТЕЛЬНЫЙ ПРОДОЛЖЕННЫЙ ПРОСЛАЦИИ Продолжение следует... 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 себя все в себя слушаю тебя забрали вилку я отдала все ну ирана отдала все там вон еще и да ой дашулька дашулька заказала себе домой продолжение банкета и опять будешь кушать или за женим чай девчонки женят чай а 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 я нервничаю нам раздадут пожелания если что я напишу вот тут а 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 Звучит как тос? Звучит как тос. Звучит как тос. Звучит как тос. Я думаю, когда мы с тобой так научимся расписывать бокальчики, когда пойдём работать на ЛПЗ. Мия, я тебе деньги отдаю, а у меня будет как вот эта бумажка. Что? Я даю мне и деньги, и Мия отказываетесь в этом разе. Тут написано, никогда не подсчитывай потерь. Подсчитывай то, что имеешь, тогда увидишь, как щедрак тебе жизнь. Так. Держи. Вот какое мне пожелание дали. Жизнь без любви не имеет смысла. Любовь – вода жизни. Пей же её и сердцем, и душой. Джалаладин Руми. Я это возьму. Девчонки, ну не тихоритесь, прочитайте мне. У меня очень странная штука. Мне попался вредный совет Григория Устера. Да что ты? Что он тебе пишет? Ну достаньте вы оттуда, из недр. Ну дайте сюда. «Если ты решил купаться и с обрыва прыгнул вниз, но в полёте передумал в реку мокрую нырять, прекрати падение в воду и лети обратно вверх. Изменить своё решение может каждый человек». И что это значит? – Что, когда нельзя ставлять? – Кто в доме? – Ааа…гадает. – Решение принято? – Решение принято? – Нет, наоборот. Можно поменять решение. Даже если ты уже прыгаешь. Даже если ты уже прыгаешь в воду. Давай посмотрим, что у нас по чему получается. В общем, у нас получилось 4,150. А что по чему, я не вижу. Ты видишь? Ну, не важно. Пою, что получилось. Вот эта бумажка? Смотрите, я для себя лучше сделала. Я не хочу этот медный совет, но я хочу ракету. Ага, хорошо. Да? А раз он говорит, что можно и так, и так решение принять, а можно... Совет оставляешь. Я совет оставляю. Никогда не подсчитывай потерь, подсчитывай, что имеешь. И тогда увидишь, как щедра к тебе жизнь. Но мы сегодня только об этом как раз говорили. Какой у нас день, как щедра к нам жизнь. А мне про любовь говорят. Возвращайся, говорят, к мужу, говорят. Сто процентно так. У вас вообще сколько знаков сегодня за счет лидии, за счет шеи и добой? Да. Я поняла свой совет. Ну, знаешь, мне нужно у тебя его понимать. Мне почему-то нельзя куда-то нырять, если не хочу. Нет, я думаю, здесь... Нет, ну ты же неправильно поняла. Наоборот. Это же вредный совет. Наоборот. Если ты решил купаться и с обрыва прыгнул вниз, но в полете передумал в реку мокрую нырять, прекрати падение в воду и лети обратно вверх. Изменить свое решение может каждый человек. Поняла? Ну, это же вредный совет. Он же высмеивает. Все дело в том, как захочу, так и будет. Да. Все в твоих руках. Поняла? Ну, ракету так ракету возьму. Да, хочешь взлетаешь. Ну, давай еще. Хочешь ныряешь. Я хочу сказать, что я передумала. Хочу еще один. А мне мое устроило. Это стопроцентно. А вот это мы возвращаем девушке. Да. Даже не видела. Ну, не важно. Они заново напечатают потом. Это же вредный совет. Мы встречали. Нам надо какое-то духовное наставление. Звучит как-то. Зачем это можно ко всему принять. Я поняла. Даже все не смелые. Сейчас Даша нам принесет эту котомочку. Нужно просить дополнительные бонусы. Годолки. Мне в руки прикрыла книга. Я открыла и вот получила совет. Безусловная любовь не более реальная сила в пространстве времени, чем в шахматах, или в футболе, или в хоккее. Правила регламентируют жизнь в игре, а безусловная любовь не признает правил. Ну, то же самое, что там тебе сказали. Безусловно, любовь не признает правил, поэтому ты можешь поменять свое решение в любое время. А можно я тоже открою тогда, раз уж тут целую книгу дали? Так, девчонки, сейчас. Так, карманный справочник. Мессия. Ричард Бах. Ой, мне так нравится, кстати. Читали Ричарда Баффа? Иллюзии, по-моему, да? Ой. Так, вот мне. Творческая, озаренная любовью жизнь, это также и жизнь здоровая. Если ты делаешь то, что делает тебя счастливым, ты тем самым исцеляешь и защищаешь себя. Понятно? Творчество исцеляет. Это вот самое. Если я занимаюсь тем, что мне приносит счастье. Дашулька, откроешь себе еще? Давайте. А потом я тебе еще открою. Звучит как тос, да? Неудовлетворенно. Хорошо. Такая керамика вообще восхитительная. Очаровательно. Просто все... Ой, а там так много еще чая. Давайте-ка. Звучит как тос. Очень похоже на грузинскую, да? Вот такую вот. Они тоже тяжелые, как металлические. Прекрасно. Так, давай тебе еще. Давай, может, стихами скажем. А какими? Так, ну, меня так. Лучший способ избежать ответственности, сказать, что мне уже есть за что отвечать. Прислушивайся к своим ответам, даже когда они совершенно безумны, при условии, что в них твоя высшая правда. Чудна. Запомни, сфотографируй. Давайте. Будешь думать сидеть долгими зимними вечерами. Ой, надеюсь, в городе еще раз оброшусь за зимние. И нудные. Нудные. Ну, выпьем за это. Пусть они закончатся. Светом. Да. Красиво. У тебя как будто в воде, да? Да. Даша, а дай-ка мне еще эту книжечку, что нахуй. Нам понравилось. Мне же должна спросить. Вот, я же не спрашиваю. Давай, спрашивай. Защищай свои несовершенства, имеешь право, ведь они твои собственные. Ты поняла, о чем речь? Еще дальше, чем дальше, тем больше. Чем дальше в лес, тем толще зайцы. Давай. Давай еще что-нибудь. Спроси нормально. Ну, что ты, о чем ты вообще говоришь там в своей голове? О чем ты тогда говоришь спросить? Что ты вселенскому гуглу задаешь глупости какие-то? Большая. Вот это, да? Ага. У тебя свет включитель. То, что ты знал до своего рождения, не потеряно. Ты только прячешь это до первых испытаний. Когда придет время вспомнить, и, конечно же, если захочешь, ты можешь попытаться ступить на какой-нибудь странный, забавный и прекрасный путь и найти это снова. Не спрашивай меня ни о чем, сама не знаю. Ну, звучит как тост, да? Звучит как тост, спасибо. Карманный справочник. Да. Ну, давай тогда я тоже последний раз выберу себе что-нибудь. Давай, открывай. Так. Нет, я буду листать, а ты скажешь стоп. Хорошо. Стоп. Правая нижняя. Правая нижняя. Она одна. Все для тебя. Так, все для меня. Подобное привлекает подобное. Будь самим собой. Спокойным, ясным, ярким. Спрашивай себя каждую минуту, то ли это, что ты действительно хочешь делать. И делай это. Только когда услышишь ответ «да». То бишь, делай это, да, когда услышишь ответ «да». Это отвадит от тебя тех, с которыми ты ничего о себе не узнаешь. И привлечет других, у которых тебе стоит поучиться. Девочки, глубокая, мудрая мысль. Это я в первый приезд в Путапарте познакомилась с очень интересной женщиной, очень интересной. И когда я ее куда-то позвала, она говорит, подожди минутку, я спрошу себя, душа моя, хочешь ли ты этого? Потом смотрит на меня и говорит, нет, я не пойду. И все, вот так, это потрясающе. Она мне напомнила эту вот вилле, вот эта вот страничка. И сюда надо делать, просить вначале себя, хочу я или не хочу, или кому-то в угоду ты хочешь это сделать. Она мне написала, думаю, знакомая, которая говорит, приносит ли тебе эта радость, делает, не приносит. Ну, она другими словами, но хоть то же самое. Прекрасно, но стали ей... Сейчас я дожила до того, она уже девочка взрослая, что делает только то, что мне приносит радость. Так, я это сейчас сфотографирую, девочки, а то ведь забуду. Все, все-все узнали, познали самую себя, посадили семь розовых кустов, перебрали рис. Мне очень нравится, когда в конце, познай самую себя, и тогда можешь на бал. Приходи на бал, но ты поздала самую себя? И полкушка, я не знаю. Спасибо, Даша. Спасибо. Недавно показывали эту Золушку по телеку, на скрамшенную такую. Я вспомнила нашу туфельку. Да, да, ходили на Ленфильм. Даша, мы видели Золушкину дофигу. Да, я знаю. А на 33-го размера? У меня 35-й, мне кажется, что у меня маленькая. А там вообще вот такая, да. Вообще удивительно. А еще там голова промисла Дуэля. Но ты, наверное, не смотрела. И костюм Ихтиандра. А костюм Ихтиандр соус-то меня поразил. Он весь из чешуек, прям пришиток вообще. А чешуйки они делали из пленки, которая вот кинематографическая, и пришивали все вручную. Голова профессора. Ой, это старый фильм. Но он для меня такой ужастик был. Мне было так страшно на эту голову. Потом несколько ночей спать не могла. Ну, как бы вот жила отдельно голова, там была какая-то биологическая жидкость. Она отдельно жила, говорила, любила, а тела не было. Ее должны были как-то пересадить к телу. Как называется, так называется? Голова профессора Дуэля. Ну, это написала... А сейчас уже науке того дошла, что вот пришить может было вообще. Представляете? Ты опять? Не правда. Сейчас я спрошу. Все? Мы довольны. Мы довольны, да? Мы довольны. Это то, что надо. Ганеша попался. Да ладно. Что пишет? Что пишет? Что это не для того? Ганеша. Так. Все секреты долгой и счастливой жизни. Есть в два раза меньше, гулять в два раза дольше, смеяться в три раза чаще, любить всегда. Это нам намекнули, что сегодня мы немножко переборщились. Ням-ням, да? Зато мы гуляли в два раза дольше, чем всегда. Звучит как тост, опять же. Это мне нравится все. Да. И очень, конечно, прям симпатичный. Да, прекрасный. Колокольчик мы так и не поколотили. Тихо-тихо, не звеньй, а то они же придут. Опять они недовольны. И мне кажется, что заканчивается вот этот вот спуск, этот карронический. Ой, ну что. Сколько времени? Нам не пора? Нам уже полночь. Просто у меня, да, скоро тыква в карету превратится. Карета в тыкву. Десятку. У меня просто эти маршрутки там, я к ним привязана, поэтому надо идти. А ты что, мы должны одеться? Пойдем голыми. А у тебя перышко Кришны. Перышко Кришны. Брошечка. Красота. Ну что, девочки? Чало? Нет, такая милая. Чало, Бэби, чало? Да. Что помочь? Я все возьму. Да, а что помочь? У меня цветочек в рюкзаке. Маленький. Маленький. Точно. У тебя даже аленький цветочек. Да. Все, пошли. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Я пробовала. Я ее модно. Или не делала. Чего? Запазала такси? Сейчас уже через сколько? Через сколько времени. Да ты что? Ну, мы пошли тогда тебя обнимем. Ты, мы тебя любим. Мы еще не прощаемся. Мы еще увидимся. Да, я должна вам подарки. Привески от Мариночки-то. Вот сад сколько? Все. Ага. Вот саду. Садунушку. Счастливо. Спасибо большое. И милосам. Пока. Давай вернемся. Потеряла варежку. Варежка-то у тебя элегантная. Давай вернемся. Она очень не пожелала уже. Да. С выставки. Нет. Это не с выставки. Зайди прямо в ресторан. А дальше-то нашей нет уже. Вот так. Вот так. И оставь ее. Ох ты. Иди спрашивай. Про варежку. Нашла варежку? Нашла. Мы решили вернуться. Где так все происходит? Ну все. Опять вернемся? Все. Давай. Пока. Спасибо за вас. Пока. Так. Ну все. Прячь свои варежки. Чтобы мы уже ничего больше не теряли. Это знак того? Что мы вернемся. Неизвестно тогда, но вернемся. Обязательно вернемся. Очень мне понравилась здесь атмосфера. Вот для чего нужна вторая рука. Пошли. Спасибо. Даша говорит. Ну стану я блогером. В одной руке камера. А другая. Чем занять? Я говорю. Ну буду тебя переводить через дорогу. Твои друзья. Так послежку-то когда еще, да? Да. Походишь. Поэтому ходи. Вот так прям. Сильно ходи. Сильно ходи. Иду сильно. Ну чтобы можно было следы оставлять. Вот так. Слушай, ну какая приятная атмосфера. Ни один человек ничего не пил спиртного. Но все такие счастливые. Все такие одухотворенные. Веселые. Да, да, да. Ой, красота какая. Правда? Правда красота? Вот прям их покрыли. Ага. Посолосили они такие. Пошли. Там приземлился целый космический корабль. Да? Вот такой вот. А вот эти золотые выхлопы. Вот эти корабляши. Пламя. Ты так это видишь, да? Да. Да. Я тебя потеряла. Я тут. И на одну секундочку. Тебе нужно? Нет, у меня этот есть. Иди давай. Иди. А там 57. Нет, это 574. 57, говорит. 574. Я 500 положила с утра. А там еще что-то было. Вот. Короче, мы договорились. Мия хотела жетон покупать. Я говорю, можно я себя угощу метро? Она говорит, а я когда приеду в Индию, угощу тебя тоже каким-нибудь транспортным индийским. Я говорю, хорошо, прокатишь на рикше. На индийской карусели. Это большой повод поехать в Индию. Да. Обязательно. У тебя теперь карма перед эгрегором транспорта. Я хвастаюсь маской, которую Маришка мне подарила. Со стразиками. Со стразиками. Она массажная. Нет. А если с этой стороны? А если с этой стороны, то, конечно, будешь вся такая в точечку. Да. Ты же хотела привет Маришке передать. Ах. Я хотела на красоте. А, хорошо, ладно. Встанем на красоте. Маришка, солнышко, тебе привет огромный. Счастья, здоровья, красоты. Ты лучистый, звонкий человек. И просто благодарю тебя за все. Спасибо. Это Маришка. Это Маришка из Ейска. Да. Вот. Меня хотела. Отдельный персональный привет. Да, на ветеранов. Сейчас пик опять. Народа много. Ой, как много. Счастливо, солнце мое. Давай, все, я тебя обнимаю. Следующая станция, Чесни Вод. Пип.